Сегодня такой большой повод потратить время и поковыряться в своих видеоархивах. Во-первых, 35 лет команде КАМАЗ Мастер, с чем мы ее поздравляем. Помню, в 2007 году я впервые оказался в Африке, в большом африканском путешествии. Тогда же это был год последнего африканского Дакара, в котором Владимир Чагин попал в страшную аварию. И тогда же я помню, на берегу Розового озера в Дакаре я брал небольшое интервью у Эдика Николаева, у механика. Прошло 16 лет, это был тогда Эдик Николаев, а сегодня это Эдуард Валентинович Николаев, новый руководитель команды КАМАЗ Мастер, с чем мы его и поздравляем. Ну, сложность была, во-первых, в том, что нам удержаться на втором месте. То есть всегда каждый день волнение, непредсказанные ситуации. То есть как бы пришлось поволноваться чуть-чуть. То есть какие-то, например, неисправности случаются, уже делаешь гораздо быстрее, что чувствуешь, что как бы все висит на тебе, то есть тебе нужно довезти второе место. Было сложнее то, что в этом году была вот эта верблюжья колючка, верблюжьи кочки вот эти. То есть как бы в том году практически таких участков мало было, а в этом году практически каждый день они были по 200, по 100, по 300 километров. То есть так как у КАМАЗа подвеска пожестче, чем у МАНа, у ДАФа, то есть приходилось некомфортно, приходилось нелегко экипажу. Ну, скажите, мое мнение, что, конечно же, повезло, есть какое-то везение. Да, спору нет, что у них автомобиль лучше, чем КАМАЗ. Но я не скажу про КАМАЗ плохого, то что наш автомобиль конкурентно способный. Ну, конечно же, к сожалению, нет того гонщика, который бы мог сразиться, и то есть мы не знаем, что бы было. То есть тут нельзя говорить, что как бы Стейси выиграл. Я думаю, что если был бы Чагин, еще могли бы и мы. КАМАЗ. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин